Тили-ти-ти-ти, тили-ли-ти-ли-ли-ли Читала? Сегодня прислали сообщение на ютубе. После вчерашнего нашего эфира, когда мы отвечали на вопросы, и была там девушка, которая задала вопрос, что она уже там сколько, 20 лет в браке, и 5 родителей, и там проблемы с мужем, он нарцисс. и вот мы тогда на самом деле очень жестко ответили смотри какая обратная связь хочу поблагодарить вас за правду которую вы мне сказали в этом эфире каждое слово резала как нож но мне надо было это услышать я как будто в первый раз своей жизни увидела себя со стороны вернее изнутри меня как будто вывернули наизнанку я увидел этот яд слизь который я отравляла жизнь вокруг себя неблагодарность перекладывание ответственности лень как вторичная выгода и да я отравляла своих детей тоже жалобами и этим имиджем жертвы я рыдала не могла остановиться муж выслушал меня и успокаивал вы были правы он нормальный мужчина который просто реагировал на мои манипуляции я попросила прощения у него за свое отношение свою гордыню но понимаю что это только начало и мне нужно перечитать все свои дневники пройтись по всем историям нашей совместной жизни по тем версиям которые я рассказывала самой себе через призму жертвы и пропустить их через это новое для меня мироощущение сейчас когда я осознала что вся ответственность на мне что я сама ложью своей себе ему создала то что создала хочу пересмотреть как пленку всю свою жизнь через это новое сознание перестроить свои программы первой мыслью после этого переворота был страх а вдруг я снова засну я даже поставила несколько будильников в телефоне с фразой я и только я ответственно мне очень-очень стыдно сейчас вы точно говорите я как будто прилюдно обосралась но я безмерно вам благодарна за этот рост такого я не ожидала вы просто гиганты смотрю вас пару месяцев купила недавно все книги признаюсь трудно дается а сегодня сильнейшее желание начать с обрешен дневник который я откладывала так как не знала что писать ну и хорошо потому что до сегодняшнего дня это было бы враньё обнимаю вас спасибо что вы есть наши пути пересеклись сильно когда молодец смотри человек смог иск то есть искренне вообще искренне выразить полностью искренне открыто выразила и в открытом формате это на самом деле сила 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 огромная сила и действительно умница и я просто вот чувствую что она вырулит вырули теперь она вырулит вчера смотри у неё был шок и была боль шок и боль и это чувствовалось как отбивание информации а на самом деле человек смог через это пройти вместе с мужем и видишь и тогда уже не надо ставить вопрос о разводе на тогда не надо лгать манипулировать тогда ты выходишь счастье и действительно здесь надо пересмотреть всю свою жизнь и надо осознать и надо надо прочувствовать это все где я была не я и потом вывести в благодарность и завершить я благодарю себя я прошла этот путь я стала сильной я стала мудрой я стала лучше я стала светлее я стала чище и это действительно очень большой трансформационный путь и это путь силы на самом деле на это путь силы потому что слабый человек отобьет информацию слабый человек уйдет манипуляция слабый человек скажет ай это там дурные пойду я схожу еще какой-нибудь матрёне пойдет и пойдет да и мы сколько раз видели когда люди бегают убегают прячутся когда боятся задать вопрос чтобы не потерять хорошей девочки а тут нет тут правду и действительно разобраться с собой посмотри боятся задать вопрос чтобы не услышать не не услышать самого себя то есть человек по любому чувствует где-то глубоко глубоко а чувствует заранее что будет больно и поэтому чтобы не услышать лучше не задам вопрос да таким образом идет предательство себя побег от себя и вот смотри как интересно мы вот уже которую неделю висим над авторитетами да а ведь что такое авторитет вынесены пойду я к бабушке матроне она там сделает какой-нибудь ритуал чтобы не полегчало авторитет бабушка матрона и и на выходе авторитет уехал вы нас авторитета это первичное предательство себя создание не я и отказ от себя и по-любому это психика в дальнейшем будет расценивать как предательство и причинять боль чтобы вернуть к себе по-любому а если еще бабушка матрона умудрилась начать какие-то штуки с рептильной магии какие-нибудь ритуальчики типа я пошепчу или я скажу или 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 я вот последнее время опять-таки в инстаграме вижу очень много очень много появилась целительниц гадающих предсказывающих и вот на всех фото такие красивые женщины и и везде свечи везде зеркала везде на вот этот вот антураж гипнотический а что делают люди убивают сами себя это самоубийство своей души потому что на самом деле не не знают как эта система работает они на самом деле повторяют как вот как обезьян как ну да как автоматы повторяют и не знают самой сути как работают зеркала как работают отражающие все поверхности те же свечи та же самая вода воздуха да ведь это крошение зеркал на самом деле страшная штука а именно когда ритуалы когда вот эти магические штуки это крошение зеркал как вот одного так и у второго человека кто делает и кто обращается а потом не знают откуда что прилетело а где-то что-то вот кто-то сглазил либо кто-то сам и сглазил сам и напросился туда делает решение человека и это решение всегда и слабости до никого нет дома поэтому я иду к бабе матроне может хоть баба матрона дома будет никто не хочет брать как это не хочу на себя брать ответственность я вынесу ее но вынес уже теперь все тебе погоняют да 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 и когда смотришь на вот эту ритуальную часть меня она просто обескураживает сейчас как ее много да знаешь когда я узнаешь сознание как она там и как она сказывается почему сказывается на всех уровнях она сказывается на человеке персонально она сказывается на его семье она сказывается на его детях на его роду до седьмого колена она вот как воронка расширяется и на каждом уровне идет пробой везде дыра 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 человек сам утворил с собой это вместо того чтобы прийти к к своему свету... Стать сильным. Он стал слабым. Он стал слабым. Он вынес себя, он распылил себя, размазал себя. И это невероятно. Я когда вот читаю такие сообщения, я искренне радуюсь за людей, которые смогли сделать этот шаг. Это такая сила. Это на самом деле человек просто взял и вышел. Вот просто вышел к самому себе. И я хочу увидеть себя. Я готов увидеть себя. А теперь смотри, когда мать делает такой силовой шаг, как это сказывается на жизни детей? На психике детей? У них точно так же. У них пошел ресурс. Они пошли уже на ресурс полностью. Пошел силовой ресурс в них. У них меняется жизнь сразу. И это на самом деле любые силовые поступки они очень дорогого стоят. Это очень важно. Из слабости человек сжимается, скукоживается, самоуничтожается. И точно так же сжимаются, скукоживаются и самоуничтожаются его потомки. Так выгнивает рот дерева. Добавь туда магию, все, это гнилушка. Или религия. Что одно и то же, по сути. Друга. И все. И потом рода нет. А когда заход идет через искренность, и какие плюшки через искренность. Смотри, вот даже прочитав это сообщение, муж перестал быть нарциссом. Он осознает, это нормальный мужик. Он ее поддерживал. Он ей помогал. А смотри, вот после такого осознания у жены и у мужа будут хорошие отношения, будет хороший секс, будет оргазм. Совсем другая жизнь пойдет. Будет любовь. Будет. Будет. Вот только тогда это и будет, потому что искренность пришла. И дети будут жить в любви. Да. Они будут видеть любовь родителей. У них есть с чего копировать. Да. На самом деле на глазах у людей происходит трансформация мамы. Ведь мать, женщина вообще-то, это в женщине самая большая сила. Она дает жизнь. И когда женщина сама себя загоняет в тупик ложью, обманами, и еще потом помогает все окружение это загнать, то это деградация. Она просто не может не быть деградацией общества или деградацией вообще людей. Просто не может быть. Если женщина забита, все обязательно, 100% это общество идет в деградацию. смотри на тему женщина забита. Какие подмены есть социального плана? Один из вариантов. Да, женщина пользуется макияжем, женщина увеличивает грудь, губы, еще что-то. Почему? Потому что нет принятия своего тела. Есть психические определенные проблемы с принятием своего физического тела. С этим надо разбираться. но если взять и тупо запретить женщинам пользоваться косметикой, красить волосы и так далее, это не решает психических проблем, а загоняет их как мышь под пол. И это очень сильно ограничивает женщину и соответственно в дальнейшем это ограничивает ее потомство. И это будет сказываться на интеллекте потомства. И это делают сейчас мужчины. Я когда вот смотрю Туркмения или Таджикистан, что это приняли Туркмения, по-моему. Приняли вот эти ограничения для женщин. Зачем вы это делаете? Вы делаете ограничения для себя. Все однозначно. Да, это ограничение интеллекта своих детей. Детей, своих потомков. Вы рубанули по своим потомкам. Дети наши все. И вы просто ограничиваете женщину, вы ограничиваете своих детей. Значит вы исчезаете. Вы исчезаете, вы идете в деградацию. вы деградируете. И это делают очень умные мужчины. Вместо того, чтобы справиться со своей женой, если тебе не нравится, как она там себе чего накачала, вместо того, чтобы разобраться, это выносится на государственный уровень. Да, да, да. Вместо того, чтобы любить искренне, так лучше зажать женщину, лишить ее всего. Это любви. Ведь женщина тоже делает что-то себе. на самом деле тоже из-за того, что мужчина ее клюет где-то. Ну, где-то что-то. тут разная есть ситуация, но на самом деле это что же из-за этого? И это не решение проблемы, если ты женщину просто ограничишь вообще. А там даже в Туркменистане, если уже грудь есть сделанная, все с работы увольняют. Прикинь? То есть ты увольняешься с работы. Представляешь, какой бред. Ну, мало того, бред. Это вообще такие вещи нельзя. Это полная, как это сейчас и скажу, возвращение в пещеры на самом деле. А смотри, ведь во все времена женщину прессовали. И мы совсем недавно открыли в психике удивительный механизм. И вот на курсе, на последнем курсе мы как раз и разбирали эти вопросы, как этот механизм работает в психике, именно в женском физическом теле, как работает механизм доступа к информации на другом уровне, механизм расширения сознания. Вот этот удивительный механизм, именно расширение, он связан с женским оргазмом. Женский оргазм коренным образом отличается от мужского. Коренным образом отличается от мужского. И во все времена мужчины боялись женского оргазма. Дело в том, что в тот момент, когда женщина испытывает оргазм, она может проделывать очень крутые штуки, если она осознает, если у нее широкое сознание с коллективным. По сути дела, Клеопатра вот она, когда человек владел этим и осознавал этого, она многими вещами пользовалась. И этот механизм есть абсолютно в каждой женщине. И таким образом, унизив, растоптав женщину, признав тот же оргазм конвульсиями, давайте вернемся еще в этот период, на самом деле до 1938 года все было, было в психиатрии, оргазм считался конвульсиями, женщину давили, топтали, унижали, растаптывали. А все это под эгидой церкви для того, чтобы женщина не могла осознать и вносить определенные изменения в наше коллективное, то, которое типа объективное. Потому что женщина может дать крылья. Она может дать крылья. А может забрать. может забрать. Но когда забрать, да, но когда забрать, она тогда и себе складывает их. А вообще женщина дает крылья. А ум не любит и эго крыльев. Уму надо территория четко. Завоевание. Все. И ограничение. Ограничение. Ограниченная территория, на которой я хозяин. И тогда я хозяин, мне не надо развиваться, я уже хозяин. И что мы видим опять? Опять идем деградация. Вот прям очевидные вещи. Направление. А на самом деле, если бы тот же ум был умный или разумный, он бы использовал возможности женщины. И в принципе у людей успешных за ними стоят, очень часто стоят женщины опытные, знающие, мудрые, которые, если не жена, так мать. И на самом деле, если взять и посмотреть на каждого успешного человека, за ним будет такая женщина. Чаще это мать, но очень часто это жена. Именно эта женщина дала ему крылья. Потому что женщина дает крылья. Только женщина дает жизнь. Что такое жизнь? Это все. Это мир, это игра, это все, абсолютно все. Без жизни нет ничего. Смотри, дождик пошел. А здесь так тепло, хорошо, что даже камин топить не хочется, чтобы жарко не было. Вроде как посиделки у камина. У камина. Да. И при этом этот летний дождь, это, конечно, офигенно. Все в цветах, и сады в цветах. Так что, да, когда есть за плечами у мужчины женщина, незатюканная, сильная, умная женщина, разумная, то мужчина будет... И тогда и мужчина будет развиваться. Да, он не может не развиваться. Вообще, ты знаешь, если брать религиозный подход, но не православный, а суфийский, например, тот же самый, считается, что к Богу женщину приводит мужчина. Но по факту все наоборот. По факту именно женщина открывает мужчине возможность единения с собой настоящим, искренним, открытым познанием в себе Бога. Потому что женщина сама по себе целостная. У нее даже х хромосомы, они целостные. Не Y, а X, нету оторванных ножек. У женщины целостность. Но это очень сильно спрятано, очень сильно завуалировано. Мало того, женщина сама с удовольствием выдвинула мужчину вперед. Ты мой охрань, этот защитник, охраняй меня. Если женщина выдвинула защитника, все, это тоже она создала, эта женщина не соображает, что она делает, она создала уже врага. То есть, если защита, нужна защита, есть враг. И игра пошла. Но это когда? Тогда, когда женщина не развивается, когда она сейчас скажу лениво. Вообще, когда мы говорим о развитии, смотри, тут тоже поднимается очень много подмен, которые сегодня существуют, существуют в социуме. Если говорить о развитии или о саморазвитии, у человека будет срабатывать сразу, сразу два шаблона. Первый шаблон это деньги, надо потратить деньги, а этой статьи расходов в жизни человека нету, ему жалко на себя потратить. Ему жалко потратить на более дорогую зубную пасту или шампунь, а тут он потратит на саморазвитие. То есть саморазвитие отходит к людям, у которых удовлетворены базовые потребности и есть определенное накопление и уровень жизни выше среднего. То есть те люди могут говорить о саморазвитии. Люди с низким достатком они говорить не могут, потому что им все равно будет жалко денег. И возникает второй, когда мы говорим о саморазвитии у большинства, это где-то вот если тех 20%, то 80% это о саморазвитии это секты. И ушли. И ушли с этой стези. Все, они не хотят быть в секте, они себя оправдали и они не хотят тратить деньги, у них есть другие предприятия. дали свою жадность. На самом деле вот этот вот момент он всплывет за полчаса до смерти. Да. Он всплывет и за него будет очень больно. Но даже попытки объяснить что-то человеку на этом этапе развития они не имеют смысла. Они то есть такое ощущение, что вот эта вот фильтрующая сила, как проснуться, есть готовность проснуться в человеке. то есть вот есть люди, которые вот они готовы в 6 утра проснуться и пойти работать, а есть те, которые очень глубоко спят в 6 утра. Так вот вот эта готовность, когда человек уже выспался, отдохнул и уже готов идти и трудиться, вот эта готовность у человека, она вызревает у него внутри. И пока она не вызрела, будет человеком бесполезно. И поэтому вот когда идёт разговор, например, о наших тех же самых консультациях, когда говорят, ну вот вы же сделайте там цену меньше, у вас будет много людей учились, будет стоять и всех будете со всеми работать, работать и работать. Мы прошли этот путь на начальном этапе. У нас было много людей и мы очень много работали. Мы сейчас много работаем, только мы немножко направление сменили, уже под анализ пошло, то, что мы наработали. И на сегодняшний день я понимаю, не надо тормошить тех, кто не готов проснуться. надо позволить человеку прожить этот опыт, когда не в этой жизни, может и не в следующей. Да, смотри, даже наши консультации сейчас и тогда, они же очень сильно отличаются. результативности и человек, если вот как говорят, сделайте дешевле и будет у вас очередь. Так вот, сделав дешевле, будет огромная очередь, ты будешь пахать, мы будем пахать, просто пахать. и мы не сможем, если бы мы, я сейчас скажу, если бы мы не поднимали цену, мы бы остановились, это было бы ограничение, точно такое же ограничение, как вот ум ограничивает, да, и мы не могли бы двигаться. Закопались бы. Это как машина загрязла в песке. Да, мало того, мало того, человек, идущий на консультацию дешевую, он не готов слышать то, что теперь говорим мы. Да. И это тоже фактор, который сработал бы на минус. Да. Это вот как раз таки о уровне развития и о уровне готовности человека. Хороший. Но есть такие, видишь, как есть такие как вспышки, как моменты, как вот эта женщина, которая, она уже готова, она за, вот она настолько уже себя переполнила вот этой ложью, вот этой своей ленью, ложью, обманами самой себя, вот этими сетями. Она настолько себя переполнила, что она уже два месяца назад она купила наши книги, слушает, да, и смотри, и она просто даже ответ на вопрос в открытом стриме, смотри, что сделала в ней. И пробка вылетела. Вылетела пробка, и человек просто задышал. Человеку станет легче. Да. И это проявится и на жизнь, и на здоровье, и на всем. Она была готова. Она была готова. Искренне причем. Она искренне была готова. А это об уровне развития ее лично. Хоть ей много чего надо осознавать, но на самом деле она, знаешь, как вызревшая готовая семечка, которая уже готова дать плод. Смотри, как интересно. Вот сколько людей пыталось нам давать советы по маркетингу, по продвижению, по раскруткам, по всему. Сколько приходили и начинали с того, что мы там то неправильное делаем, здесь неправильное. не так заходим, не так с аудиторией общаемся, не тот формат, не то, не то, не то. А мы все время шли только по чувствам и выбирали в стрим тогда только по чувствам. Вот так, как я себя чувствую, чтобы мне было хорошо. И вот когда мы заходим именно с чувств, это правильный вариант. Но он не соответствует бизнес-концепциям и бизнес-стратегиям. Просто не соответствует. Не соответствует, потому что там прописано, там все просчитано, прописано программное обеспечение, которое вот так должно быть, а по-другому нет. А почему нет? Да. А я хочу быть свободным от программного ограничения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok